Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 8 класс, автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 11. Нас просят доказать, что при всех допустимых значениях переменной х значение первой дроби положительное, а второй отрицательное. Для того, чтобы нам доказать, нам нужно сначала с вами найти допустимые значения. Допустимыми значениями являются все числа, кроме тех, которые обращают знаменатель в ноль. Итак, рассмотрим первое выражение. В знаменателе х квадрат только одно число может обратить его в ноль, это ноль. Поэтому х, любое число, не равное нулю. Поскольку х квадрат – это четная степень выражения, то х квадрат будет больше нуля при любом значении х, не равном нулю. Следовательно. Числитель дроби, число положительное 1, знаменатель дроби, число положительное, поэтому и частное будет принимать только положительные значения. Дроби больше нуля при х, не равном нулю. Под номером 2. х квадрат плюс 1, деленное на 6х минус 9, минус х квадрат. Нам нужно найти, какие числа не обращают в ноль знаменатель. Перепишем знаменатель дроби в виде стандартного трехчлена. Это будет минус х квадрат плюс 6х и минус 9. Вынесем минус за скобки. В скобках все знаки поменяются на противоположные. Это будет х квадрат минус 6х и плюс 9. 9 это 3 в квадрате. Минус 6х это минус 2 умноженное на х и на 3. То есть минус удвоенное произведение первого и второго выражений. Поэтому выражение в скобках можно записать как квадрат разностью двух выражений. Первое выражение х и второе выражение 3. Данное выражение будет принимать значение 0, если мы в квадрат будем возводить 0. А в квадрат мы будем возводить 0, если вместо х мы подставим с вами 3. То есть выражение минус х минус 3 в квадрате равно 0 при х равном 3. Это выражение у нас записано в знаменателе. Поэтому все числа, кроме 3, входят в допустимые значения. Х любое число, не равное 3. Потому что 3 обращает знаменатель в 0. Итак, а теперь рассмотрим для всех остальных чисел, которые не равны 0. Итак, х минус 3 в квадрате для всех значений х, не равных 3, будет принимать положительные значения. Следовательно, если мы поставим перед ним знак минус, если перед положительным числом поставить знак минус, то оно станет отрицательным. А у нас в знаменателе дроби мы получили выражение именно минус х минус 3 в квадрате. Будет меньше 0. Теперь рассмотрим числитель дроби. х квадрат плюс 1. Это выражение будет принимать только положительные значения при любом значении х. Так как х квадрат, это четная степень числа, принимает значения, больше или равные 0. Если мы к неотрицательному числу прибавим положительное число, то результат будет положительный. Отсюда. Значение дроби при всех значениях х, не равным 3, будет отрицательным. Потому что числитель дроби будет принимать только положительные значения. А знаменатель дроби будет принимать только отрицательные значения. Меньше 0. При всех значениях х, не равных 3. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.